Владимир Сакеев уже во второй раз за год планирует отпуск на турецком побережье. Предпочитает отдыхать весной и осенью. Путевку приобрел заранее. За четверых членов семьи заплатил почти 200 тысяч рублей. Прививки от ковида сделаны. Осталось дождаться бархатного сентября. В сентябре более комфортная температура и есть возможность спокойно отдохнуть с семьей в хороших условиях. Никаких опасений не было. Весной я уже с сыном ездил. Сейчас поедем уже в полном составе. Бронирование путевок на бархатный сезон уже стартовало. Не спадает активность туристов и в последний летний месяц, признаются туристические агенты. Открываются новые направления, такие как Албания и Венесуэла. Неделя отдыха там обойдется в 100-150 тысяч рублей на двоих с дорогой и проживанием. Но ситуация с ковидом по-прежнему делает сезон в целом не самым удачным, признаются специалисты. Ведь с 1 августа ограничен въезд на популярные у туристов курорты Краснодарского края. В обязательном порядке требуется сертификат о вакцинировании, либо второй вариант – ПЦР-тест. И по приезду в течение трех дней нужно обязательно вакцинироваться. Не у всех в силу разных причин есть возможность обеспечить такие документы. Поэтому те, кто успели купить путевки, они, естественно, им воспользуются. Но те, кто не успел и не имеет возможности все-таки сертификат получить – это определенный сдерживающий фактор. Сдерживающий фактор по наблюдениям туроператоров привел к частичному спаду цен на отели и санатории Краснодарского края. Местами на 20, а то и на 50%. Сложность состоит и в том, что весь поток туристов-антипрививочников перехватывают собственники частного сектора. От их постояльцев Роспотребнадзор ничего пока не требует. Впрочем, уже сейчас эксперты прогнозируют очередную волну роста цен на Черноморское побережье. Ведь под угрозой закрытия главный конкурент – турецкие курорты. Всему виной – пожары. А сейчас Турция под большим вопросом. Из-за пожаров. Потому как пожары возникают в одном месте. Мы туристов переоренимали. Например, были в Анталье. Потом Сиде пошел ветер в том направлении. А теперь уже и марморис горит, и прочее. И где факт, что завтра в Кемере не будет такого же масштабного бедствия. Это бедствие. Поэтому все это рискованно стало. Тем не менее, перелеты выполняются. И вместо того, чтобы отменить отпуск в Турции, россияне предпочитают перебронировать отели. Ведь, как выяснилось, пожары не вошли в перечень страховых случаев. И при отказе от путевки приходится платить неустойку. Не пугает россиян и риск оказаться на самоизоляции в чужой стране из-за ковида. Этот случай теперь учитывают все страховые компании. По оценкам Ростуризма, турпоток уже сейчас составил 90% от допандемийного уровня. За первые полгода успели отдохнуть официально более 24,5 миллионов россиян. Помогла и программа кэшбэка. В этом году ощутимо возросла популярность таких направлений, как Санкт-Петербург, регионы Северного Кавказа, Карелия, Башкирия, Татарстан, Горный Алтай, а также Самарская область. Гульфия Сафина, Константин Головин. События.